врата лжи и мы изучаем когда нельзя обманывать а когда можно значит который 9 видов есть 9 типов лжи один это когда ты обманываешь для того чтобы ограбить кого-то в суде или еще где-то вот например мы значит договоримся вместе чтобы там пойти и сказать что нам кто-то должен деньги нельзя так это обман конкретный и тут есть два наказания за грабеж и за обман второй вид лжи это ложь за которую нет вреда но потом может быть вред например мы значит какой-нибудь там человек он познакомился с девушкой он с ней там шура-мура все но он не хочет потом значит он многоженец и он хочет потом от этой девушки уйти даст с ее какими-то ценностями с деньгами и он прямо идеальный вообще муж на первое время да потому что он хочет войти в доверие и она значит всем рассказывает смотрите какие мужчины бывают все женщины вот посмотрите какие мужчины бывают все и он вроде бы идеально ведет себя да но потом оп и исчез с ее значит нажитым непосильным трудом третий вид лжи это когда обманывают не для того чтобы отнять имущество но лжец видит что ближнего ожидает блага и он старается забрать это благо себе ложью обману или хочет получить подарок принесла ложную весть ну может быть да если чека например говорит что все будет хорошо чтобы получить за это деньги то может быть да но с другой стороны это все по-любому будет хорошо тут как бы обмана нет все и так будет хорошо это все вышли сказал нету плохого в этом мире от бога не может выходить зло временно у него есть страдания это да но бывают люди которые страдают и просто да у них нет причины страдать они страдают принцессы на горошине то есть уровень страдания страдание не равно зло здесь мы говорим что любое страдание человека это зло то это не совсем правильно почему потому что принцессы на горошине страдает из-за горошины под двадцатью матрасами а йог лежит на гвоздях с другой стороны для принцессы этой это страдание да для нее это страдание да но это не зло четвертый вид лжи это когда лгут пересказывая услышанное кое-что в этом услышанном изменяя лжецу нет никакого выгода его ложь не принесет вреда иногда лжец рассказывает то что полностью сам выдумал ему следует наказание за то что любит бесполезную ложь и об этом сказал царь шламон ложе дышащий лжесвидетель и это значит видишь как изрекающего ложь знаешь что это свойство приведет уже свидетельство хорошо есть такие люди которые просто любят врать есть известная история когда рыбаки собрались и один говорит я просто рыбалки поймала щуку говорит полметра вот такой вот огромный щупу выбери еще 2 говорит а я поймал говорит 88 к россии каждый полкило 3 говорит а я на прошлой рыбалке уже после трех рюмок я говорит там у меня клюет я думал что-то огромное и говорит вы тяну 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 потом вытаскиваю и там золотой канделябр на 12 свечей и свечи горя те такие два сидят смотрят леверит ладно говорит не 88 я говорит 20 красивую беру но ты свечи то погаси есть люди которые просто вот они в разговоре любят прибавить что-то да а ты слышал вот эти вот передают конспирологические теории там все журналисты они создают ложь да такую а дальше люди передают лживые там и добавляют и так далее теперь если от этого обмана это езда обычно это это есть тут какое-то зло да вред какой-то вред есть но если это просто вот такой вот обман то может и нету но если человек привык вот так вот в рай в рай добавляют там убавляет прибавляете передавать чужие слова и так далее то он где-то попадет с этим в некрасивую ситуацию потому что нужно стараться так как эта книга мы же не просто изучаем книгу да мы изучаем для того чтобы исправлять свои качества и человек который хочет исправлять свои качества он себе говорит стоп я не буду обманывать я буду молиться концерт сам он молился все дни жизни своей он говорит я у бога просил царь саломон умрешь из людей шар в двор козов архек мемели пустое и лживая отдали от меня рожьего жрать и тайны бедности богатства не давай мне и трефей не лайком хуки накорми меня законом хлеба вот например владимир косяк они начинают молиться богу чтобы начать разделять между обманом и правдой и просят всевышнего чтобы я никогда не врал просят прям чтобы я никогда не брал не врал до чтобы я все время говорил точно и после этого начинает сам человек в первую очередь очень выделять как бы в своих словах правду например один человека заходит в комнату и говорит о я сейчас умру если кондиционер не включить потом он тебе говорит стоп я же сказал не врать я же хочу не врать начать буду говорить я умру я буду говорить я бы хотел чтобы включили кондиционер вообще никакого вреда то есть та же самая ситуация но совершенно другая формулировка это называется дипкость мышления из 10 шагов к счастью третий шаг называется дипкость мышления значит какие мне слова использовать чтобы не обмануть и чтобы выразить свою мысль позитивно и он начинает тогда свой фильтровать свой язык он убирает все негативные фильтры из себя да все негативные слова я слышал вчера мельком там в одной лекции один говорит что человек который на что-то жалуется он это потеряет например чем жалуется на своих детей не дай бог да вот плохие дети у меня там плохо себя ведут жалуются на мужа жалуются на судьбу жалуются на жизнь уверить это тип это очень вредно но ведь с любую жалобу можно перевести в язык позитивный язык просьбы я бы хотел чтобы дети более внимательно относились к моим словам отлично значит у тебя есть прекрасное желание изучая как это достигать я бы хотел чтобы было у меня больше здоровья прекрасно ты жалуешься на свое здоровье у тебя еще все работает одна у тебя штука когда не работает так чего жаловаться проси у всевышнего молись чтобы эта штука заработала и радуйся чтобы все остальное работает и улучшая свое здоровье то есть вот этот вот ложь да когда лгу пересказываю услышанное изменяя и нет никакой выгоды в этом просто человек врет потому что он привык врать изменять он не относится внимательно к своим словам это четвертый вид лжи и от этого вроде бы нет вреда но в итоге говорит нам автор этой книге что вред будет потому что тот кто привыкает свободно врать то он в итоге где-то соврет важном месте то есть как только для человека становится важным вот этот аспекта чтобы избегать лжи то всевышний ему помогает и в нем самом это исправить и замечает в других и передавать то есть его мышление его жизнь становится сразу намного лучше то есть исправляем себе негативные качества которых мы сейчас изучаем да мы в этот момент создаем лучшую версию себя момент когда мы улучшаем свои качества вот есть известное выражение хасидская да которая ну по-моему сказал вот сам акценток думаю хорошо и будет хорошо является ли это обманом или не является или это полагаться на всевышнего думаю хорошо будет хорошо значит что такое ложь да давайте разберемся еще раз ложь и правда ложь это намеренное искажение намеренное искажение реальности это можно назвать это ложью да теперь если я думаю хорошо это имеется ввиду нет это же тоже искажение реальности да вот тут очень тонкая грань потому что если вдуматься ну вот реально как бы по факту то фактом является вот можно идентична для всех есть объективная реальность любая субъективная реальность она не является фактом то есть она не является правдой вот например факт это то что я сижу например это факт это факт почему это факт потому что я сижу на стуле то есть он для всех любой человек в мире для ста процентов людей это является фактом, что я сижу на стуле. Логично? Логично. Это факт. Все, что я рассказываю, это факт или не факт? Это не факт. Потому что я читаю книгу, которая является переводом с иврита, книги «Тысяча лет». И есть перевод с иврита на русский. Я читаю перевод с иврита на русский, пропуская какие-то слова и чуть-чуть изменяя те, чтобы оно со временем не звучало. Значит, все, что я рассказываю, это уже моя интерпретация. Логично? Логично. Теперь то, что человек слышит, это уже его интерпретация с моей интерпретацией. Все слышат что-то разное и при передаче того, что я сказал кому-то, это уже будет интерпретация с интерпретацией с интерпретацией. Так я хочу сказать, что не только любая религия – это не факт, а любая и не религия – это тоже не факт. И любая философия – это не факт, и атеизм – это не факт. И просто сказать что а я не знаю это тоже не факт то есть все что человек произносит пытаясь описать реальность это уже не факт это уже искажение теперь в этих искажениях выделяют такое понятие как ложь да это намеренное искажение реальности вот мы сейчас перейдем к концу вот этой главы давайте все равно еще не надо закончить и вот здесь написано но иногда позволяется обманывать например чтобы помирить людей можно обманывать можно хвалить невесту жениху говоря что она красивая и благочестиво даже если это не так но это так или не так это большой вопрос потому что кому-то так кому-то не так но здесь можно даже если тебе кажется что это не так но можно говорить что это так или например нельзя было по то ли нельзя говорить кто-то у кого-то был в гостях и тот его принял так все вообще нельзя говорить что вау он так принимает классно все что мы все к нему не побежали в гости до чтобы не подставить человека раньше был голод и если кто-то узнавал что кто-то нам столы накрывает ему сразу все бежали дальше можно сказать например когда тебя спрашивают ну что ты там выучил уже это ну чтобы не хвататься можно сказать ну нет но не знаю там и так далее или человек поздно пришел синагогу потому что он был женой в отношениях в это время его спрашивают а че ты задержался не надо рассказывать что я женой в это время там чем занимался до нужно можно сказать какую-то другую причину но лучше во всех этих случаях справиться без лжи например я спрашиваю ты знаешь какой-то трактат нужно ему ответить почему ты считаешь что я знаю да как бы вопросом на вопрос хорошо теперь вопрос был давайте еще раз вернемся к этому вопросу если думай хорошо и будет хорошо здесь в принципе да это тоже искажение то есть это что это вот это здание это больница она или дом выздоровления сказать что эта больница это искажение потому что в принципе этот дом который какая-то часть людей называют больницей какая-то часть людей называет дом выздоровления ни то ни другое не является ложью и ни то ни другое не является правдой то есть это и думай хорошо и будет хорошо это скорее всего искажение в сторону позитива возможных вариантов возможных вариантов описания ситуации это не ложь да какая сегодня погода прекрасная а там ливень идет о чем ты сказал прекрасно это меня обманул потому что у природы нет плохой погоды всякая погода благодать потому любое время года надо с благодарностью там принимает погода прекрасная раз идет ливень значит это нужно природе сельскому хозяйству там еще кому-то бери это одни обман думаю хорошо это получается фиксация можно так сказать фиксация внимания на возможных позитивных последствиях вот так можно сформулировать да то есть полуполный стакан или полупустой это выбор теперь назвать стакан полупустой или полуполный полупустым или полуполным это не обман да это это выбор между интерпретациями теперь надо сказать что в этом стакане например 50 грамм воды а в нем 150 это обман потому что в этом стакане 150 грамм воды а ты сказал 50 то есть обман это искажение реальности а позитивное мышление или негативное мышление это выбор интерпретации в котором ни то ни другое не является обманом ну вот можно так ответить на этот вопрос пятый вид и лжи когда обещают оказать добро или подарить подарок или сделать нечто что поможет другому и когда это говорят в душе думает не исполнить это обман так нельзя делать да обещают что исполнишь и не исполнить я вам вчера рассказывал как один парень он каждый раз на емки-пур покупал покупал значит вот этот вот мафтер йона торговался доходил до очень высокой суммы ну чтобы другой не мог купить потому что вот бывает человек да он выделил выделил деньги на ксдаку вот у него год прошел удачно и он заработал например за год там 100 тысяч долларов да теперь он 10 тысяч долларов он хочет раздать теперь он думает чем буду раздавать эти 10 тысяч долларов сам да я лучше дам эти деньги в синагогу у синагоги есть разные программы и скажу потом габару я хочу чтобы из этих 10 тысяч долларов часть денег шли на там на трапезы часть деньги шли на на обучение часть денег шли на на мезузы кому-то то есть можно потом сказать куда синагога распределит эти деньги и вот человек пришел на емки-пур и на емки-пур значит говорят а сейчас продается поднятие акторе когда читают мафтер йона книгу пророка йона и все знают что это как раз благословение на будущий год на бизнес но и габаре это тот кто распределяет синагоги как завхоз синагоги он говорит значит там 1000 долларов кто-то говорит 1500 кто-то говорит 2 кто-то 3 кто-то кого 10 отложено говорит 4 тот кто следующий другой говорит 5 и так и так дошли они до 10 у того отложено 10 и он думает так 10 я это мой масса р 10 нас прошлого года но будущем же году я тоже буду наверное зарабатывать не меньше правильно значит я ну предположим что еще 10 я могу готов еще 10 дать на дзаку заранее пообещает ну в крайнем случае я дам у меня же еще 10 есть где-то значит 20000 я в любом случае могу дать и он дает значит дает торгуется до 20000 а сидит другой он в том году 100 не заработал и в этом году он надеется что ему всевышний вот он сейчас пообещает дать есть такая тоже сгула пообещает дать деньги на благотворительность и бог тебе в этом будет ты как бы бога берешь партнера и он сидит и думает я значит дам на дзаку 20000 долларов вот если бог не даст хотя бы 100 я уже 20 даже если мне бог 50 даст я уже 20 там потому что он пока делит шкуру неубитого медведя потом когда ему 50 бог даст он скажет не на это как бы не бог не дал это я заработал он может так сказать не дай бог да в общем пятый вид лжи это когда еще хуже этого когда он торгуется до 30 знаю что он не даст это виду лжи шестой виду лжи это не исполнение обещания оказать добро когда обещают так что другой понадеялся не следует нарушать обещание такой обман лечет за собой большое наказание чем за предыдущую ложь потому что тот сказал а этот это как уже клятва да чепа надеялся на него верил его и так далее очень нужно в этом быть осторожным тот кто похвастался на людях дать кому-нибудь подарок это как обещание поскольку он себя как бы славит за щедрость и пусть исполнит обязательно обещание то есть это очень важно шестой вид лжи это нужно обещание кому-то что-то дать и не выполнена это очень такой опасный вид лжи значит седьмой вид лжи это когда сообщают кому-нибудь а якобы сделанным для него добром деле и не делают или сообщают что замолвили доброе слово а на самом деле ничего не делают и об этом сказано нельзя обманывать людей даже на словах это грех потому что мы обязаны говорить правду ибо говорит правду одна из основ души восьмой вид лжи хвалиться достоинствами которых нет очень нельзя хвалиться достоинствами которых нет девятый вид лжи это когда ты обманываешь и нет от этого вреда есть даже выгода но я вам рассказывал уже изначально девятый вид лжи это когда жена давала мужу он просил одну еду а его значит жена приносила всегда другую сын решил чтобы папе было хорошо он маме сказал что папа просил противоположную еду и чтобы она ему сделала противоположное он дал папе сказал даже так нельзя обманывать значит вот девять вида лжи давайте подведем итог что в любом случае лучше не обманывать кроме случаев о которых мы говорили чтобы помирить людей чтобы сделать людям какое-то добро вот тут тура говорит что можно да чтобы никого не поставить неудобную ситуацию то есть для хорошей цели вроде бы можно да но лучше лучше все равно избегать вот в любом случае если есть возможность избежать лжи лучше избегать если нет то нужно тогда смотреть на то ради чего ты обманываешь и любое любой упыта к другим людям это делать нельзя если это идет на пользу другим людям то лучше спросить у раввина как есть известная история когда один был раввин который никогда не гневался его спрашивали как ты так можешь он говорит когда была ситуация она может меня расстроить я всегда шел к книгам и начинал изучать как правильно в этой ситуации поступить и пока изучал как правильно поступить у меня обычно гнев пропадал вот этот совет я хочу им закончить урок если у вас есть какая-то ситуация которая вас расстраивает да она вас расстраивает тревожит вызывает у вас гнев раздражение и так далее то переделайте ее в свою цель то есть переформулируйте не мне плохо потому что жарко а как сделать так чтобы в жару чувствовать себя лучше если вам не нравится что-то то не надо на этом фокусироваться и жаловаться это никому вообще никогда не помогает а нужно задать вопрос как вот начните вопрос как мне улучшить ситуацию улучшить и начните искать ответ на этот вопрос и пока вы ищете молитесь помогаете другим в этой же ситуации то у вас появляется не просто шанс улучшить ситуацию вам все это время вы действуете вам становится хорошо вот если одно это правило внедрить свою жизнь то жизнь меняется кардинально как мне улучшить свою жизнь в этой ситуации да как и молиться всевышнему чтобы лучше все что всем было рифа шлемакова нужно полное выздоровление чтобы было благополучие всем хорошим добрым людям чтобы все же не дал им силу и ресурсы для хороших дел главное чтобы было хорошо по плану всевышнего уже только бог знает что такое хорошо что что такое плохо все остальное это это не бог все удачи до завтра жду вас завтра в 10 утра совсем пока счастливо хорошая